Наверняка среди жителей Черкеска найдутся те, кому подобное зрелище нравится или безразлично. Некоторые даже готовы внести свою, порой нескромную лепту в горы бытовых отходов и строительного мусора. Не им же потом выслушивать от экологов и надзорных ведомств негативные отзывы о плохой работе. Почему-то не им платить и штрафы за свое неуважительное отношение к чужому труду. Все шишки и камни в любом случае полетят в сторону коммунальных служб. Не исключено дело и в том, что людям далеко не всегда хочется подходить к контейнерным площадкам, некоторые из которых, увы, загажены, тут и там валяются пакеты и иной хлам. Чтобы решить проблему с эстетикой и неудобствами при уборке мусорных баков, на уровне города было принято решение установить площадки нового типа. Позади вас контейнерная площадка нового типа. Почему был выбран такой тип и для чего, в принципе, надо было обновлять контейнерные площадки? Эта площадка соответствует всем санитарным нормам. На сегодняшний день администрация города хочет перейти на такой тип площадок. Это, в принципе, будет и для жителей удобно, и для нас, как организация, которая транспортирует отходы. Разница очевидна. Понятно, что за пять минут установить такую площадку невозможно. Это не те непонятного вида конструкции, которых пока огромное количество в большинстве дворов Черкеска. Ни вида, ни удобств. Здесь же только заливка формы и последующие процедуры заняли несколько дней. После чего оставалось только доставить плиту на Пушкинскую улицу. Правда, этого хватило, чтобы горожане успели показать себя во всей красе. Отставленные чуть в сторону мусорные контейнеры заметили далеко не все жители ближайших домов. Кое-кто решил положить пакеты на пустующие площадки. Чуть позже рабочие приступили к сборке сооружения. Свои места заняли плита, каркас, а затем обшивка и сами контейнеры. Раньше были просто плита, к которой подъезжала ваша машина. Теперь немного изменили. Да, мы изменили конструкцию, потому что теперь ни ветер, ни дождь. Она с трех сторон перекрыта. Сверху крыша. Отходы не будут разлетаться по территории. Баки закрытые. Для удобства горожан и для нас. Правда, далеко не всем жителям понравилось размещение площадки. А ведь ее в соответствии с существующими правилами безопасности лишь немного отодвинули от трансформаторной подстанции. Естественно, два-три дня будет метр потрата. Помните, если бы культура людей была иной, может быть и размещение было бы, допустим, к примеру, и здесь. Но из-за того, что люди, видите, туда поставили, куда люди стали выбрасывать. То есть беда в людях. В том, что вместо того, чтобы... Я говорю, что нужно поставить камеру и написать. Кто выбрасывает мусор, тому штраф. Штрафные санкции в отношении тех, кто выкидывает мусор, где попало, существуют давно. Однако крайне редко доводилось слышать, что такому-то человеку пришлось раскошелиться за подобный необдуманный поступок. Разве что коммунальщики периодически отвечают за чьи-то действия. А иногда и за свою медлительность. В любом случае для людей создали более комфортные условия, где теперь удобно жителям оставлять бытовые отходы, а спецавтохозяйству вывозить их. В ближайшее время в городе появится еще 55 сооружений подобного типа. Артур Махцемиха Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.